Исправность школьного автобуса – залог безопасности детей. Сотрудники ГИБДД Республики проводят техосмотр автобусов, перевозящих детей. По каким параметрам выдается разрешение на управление школьным автобусом, выяснял наш корреспондент Альхан Лепшоков. Перед тем, как ввести в эксплуатацию школьный автотранспорт, необходимо провести техосмотр. Здесь нужно обращать внимание на техническое состояние автобусов. Сотрудник госавтоинспекции осматривает наличие, исправность ремней безопасности, оснащенность тахографами. Также в обязательном порядке осуществляется проверка колес и шин транспортного средства в соответствии с требованиями. В школьных автобусах каждая мелочь имеет особое значение, поэтому необходимо тщательно изучить состояние автотранспорта. В первую очередь автобус должен быть укомплектован ремнями безопасности. Далее должен стоять тахограф, глонасс, запасной выход. Около запасного выхода не должно быть никаких предметов, он должен быть доступным, свободным. Далее мы проверяем тормозную систему на стенде, потом мы проверяем рулевое управление, проверяем задние ходовые огни, передние. То есть школьный автобус, к нему требования намного больше. Автоинспекторы проверяют и тормозные, и рулевые системы автобусов, исправность внешних световых приборов, износ протектора шин и другие параметры, влияющие на безопасность. Внутри школьных автобусов должны быть огнетушители и аптечки. Техосмотры школьного автотранспорта проводятся в зависимости от его возраста. Мы всегда подходим к этому делу внимательно и ответственно, так как безопасность прежде всего, отмечают сотрудники ОГИБДД. Если автобус моложе пяти лет, он проходит один раз в год технический осмотр. Если он старше пяти лет, получается, мы проводим техосмотр в течение года два раза, то есть в полгода один раз. Далее по выезду автобусов с детьми, получается, отправляют уведомления. Если этот выезд у нас внутри субъекта, то есть в течение 24 часов. Если за пределы субъекта, в течение 48 часов вы должны подать уведомление, его рассматривают. Далее на местах старшие госы осматривают автобус повторно, выдают водителю акт и выезжают. Безопасность наших детей прежде всего, и поэтому мы и сами заинтересованы, чтобы техосмотр школьного автотранспорта проводился тщательно, уверяют водители. Это, конечно, важная процедура, потому что это детская машина, детский автобус. Это большая ответственность. И, конечно, надо обязательно проходить техосмотр, потому что детская жизнь – это бесценная. И мы проходим раз в год в обязательном порядке полностью. Проверяю тот и до. Процедура осмотра школьного автобуса занимает недолгое время. По словам сотрудников ОГИБДД, для проведения техосмотра необходимо отправить специальную заявку, и уже после можно приехать на станцию техобслуживания. После всех процедур мы и выдаем соответствующий документ на право вождения автотранспорта, отмечает представитель госавтоинспекции. Оператор заполняет все данные, далее он передает на ноутбук государственному инспектору и, в свою очередь, он электронной подписью подписывает диагностическую карту транспортного средства. Все школьные автобусы и, в частности, новые должны пройти полный техосмотр к началу учебного года, чтобы школьники безопасно и с комфортом могли ездить в образовательные учреждения. Али Халипшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.